Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове для семей военнослужащих разработали универсальную транспортную карту для бесплатного проезда. Ранее для получения такой меры поддержки семьям мобилизованных добровольцев и контрактников, принимающих участие в спецоперации, надо было получить две транспортные карты для поездок по муниципальным маршрутам Кирова и для межмуниципальных маршрутов. Теперь их функционал объединен. На маршрутах, где нет системы проезда по транспортной карте, можно воспользоваться специальным удостоверением. Карту и удостоверение выдают в офисах МФЦ. Жителям Кирова транспортные карты выдают также в ЦДС по адресу улица Пятницкая, 2А. Ранее полученные в ЦДС карты менять не нужно. Их функционал расширяется автоматически. Дополнительная информация по телефону 8 800 707 43 43 и 27 27 50. Экономика. В Кировской области запустят производство глазированных сырков. Включить в ассортимент новую продукцию с 2023 года собирается Вожгольский маслосырзавод. Об этом его руководство сообщило во время посещения завода губернатором Александром Соколовым. Производство располагается на территории предприятия, основанного еще в 1947 году. Сейчас здесь выпускают порядка 80 наименований продукции. Молоко, масло, кефир, ряженку, йогурт, сметану, твердые и мягкие сыры, творог и творожную массу. Причем производится все, по словам гендиректора завода Антона Шандарова, исключительно из молока, поставляемого хозяйствами Куменского района. В эфире экономика. Долги кировских предприятий ЖКХ за электричество 400 миллионов рублей. Значительный прирост дебиторской задолженности за электроэнергию произошел в период действия с 1 апреля по 1 октября. Моратория на банкротство и взыскание рассказали в Энергосбыт+. И добавили, что и сейчас, когда период моратория завершился, многие должники продолжают уклоняться от оплаты энергоресурсов. Самые злостные неплательщики МУК Теплосервис из Слободского района, Теплоснаб из Вятско-Полянского, Источник из Мурашинского, Водоканал-сервис из Оречевского, Кирсинская управляющая компания. Рекордсменом по просроченной задолженности является Теплоснаб. Его долг в период моратории увеличился почти на 20 миллионов рублей. По нескольким из перечисленных компаний уже возбуждены и расследуются уголовные дела. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 61,15 рубля, копеек евро 63 и 83. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.